я хочу поставить такую знаете жирную конечную точку в споре вокруг чистки печени с помощью лимонного сока и масла возьмем вот этот именно вариант было много различных доводов противников я только одного не пойму что они противятся что молоточистка не работает или что молоточистка вредна либо либо еще что-то они сразу же хочу сказать стопроцентного безопасности любой процедуры любой процедуры лично я вам не обещаю и не гарантирую человек вышел пошел по ровной дороге оступился упал спускается с лестницы поднимается по лестнице да мало ли еще казалось бы ровное место но такие вот вещи происходят это же касается и чистки печени никаких гарантий вам никто давать не будет это первое как впрочем вообще во всем никто вам давать гарантий ни в чем-либо не будет далее простой довод о речи о том что доводы людей которые говорят что это реакция лимонного сока масла и желудочно-кишечных соков там в результате чего образуются камни и плюс еще доказательства там медицине они исследовали эти камни и сказали да вот это мол это не то это там не камни которые выходят из печени или еще откуда-либо вот смотрите простой мой довод который вот это все сразу же разбивает а я вам говорил прежде чем что-то говорить вы сделайте это они отметать и не говорите что вот это там там вредно это бесполезно или еще что то чтобы у вас появился свой опыт я лично опираюсь на свой опыт который мне говорит следующее первая чистка печени вот это что вы там видите вот эти вот камушки которые я показываю выходят вторая чистка печени выходит может быть еще больше выходить третья чистка поменьше выходит четвертая чистка еще меньше выходит и причем выходят уже совершенно иные если раньше в первые там две-три чистки выходили вот эти вот бурые грязные такие там булыжники дальше выходят чисто вот такие вот билирубиновые которые вот такие синие зеленые но никаких никакой грязи нету и плюс выходит желчь вот эти камушки плавают в желчи вот это вот найти вот эти все эти пигментные вещи пятая там чистка шестая чистка если так мы идем как я делал одна за другой ничего не выходит это говорит о том что чистка окончена следуя вашей логике следуя вашей логике я еще разу говорю противников что эта реакция куча камней должна быть в первую чистку во вторую чистку в третью чистку четвертую пятую и последующую если это реакция но на практике этого нету вот не надо знаете лялякать там говорить вот такие вот вещи не пробуя опять-таки я скажу я вас не тяну ее делать есть масса иных вариантов конце концов живите как как живете но не опровергайте то что вы не знаете поэтому те люди которые на канале возражали и приводили ссылочки понимаете вот ссылочка я опираюсь на себя и на свой опыт я не опираюсь ни на какие ссылочки расскажу то что со мной было то что я видел они ссылочки это там что-то сделал это что-то провел это что-то сделал и и и и верите значит если вы осознаете что вы заблуждались напишите мне я вас восстановлю тех которых я удалил это первое еще разок хочу сказать что ничего безопасного нет это вот так вот я говорю ничего за безопасного нет хотя я делал я никакой опасности не чувствовал за исключением того что первый раз это действительно тяжело первый раз а потом идет далее я вот вам привожу два случая два случая сейчас они за другом пойдет что вообще может выходить из человеческого организма два случая которые вообще ничем не вяжутся не вяжутся вот эта чистка там печени это вообще знаете какой-то там детский лепет против того что вы сейчас увидите я это не комментирую вы можете в это не поверить хотя это было зафиксировано так что дело ваше в этом вопросе я ставлю жирную точку лично для себя вы можете еще что-то там придумать и так далее не хотите делать не надо но следующее вашей логике вот эти вот все камни должны валиться 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 они валятся все меньше меньше и меньше потом прекращаются вот что я хотел бы вам сказать о чистке печени что там выходит все остальное почему она так действует я это для себя разжевал описал и практические примеры вам привел а ну а но и